Свою историю центральная городская библиотека ведет с 1921 года. Именно тогда она получила статус «Библиотека общего пользования». До этого момента в Верхнерайске существовали частные библиотеки. Небольшие собрания книг были при женской и мужской гимназиях, реальном училище и школе, где готовили казачьих учителей. В начале 20-х годов комиссариат по культурным учреждениям принял решение организовать библиотеку для всех. Под нее отвели дом по адресу улица Советская, 31. В этом здании она просуществовала недолго, буквально пару лет, и переехала неподалеку, в дом номер 34. В 1925 году библиотека вновь меняет место жительства. Теперь она располагается в бывшем доме известного подрядчика Поликарпа Сафронова по улице Ленина. Здесь районная библиотека просуществовала до 1983 года. Сразу на работу, когда я приехала в 1969 году, Алексей Иванович, это бывший царь отделом культуры, вот в это здание меня привел. Здесь была районная библиотека. Работали, все было хорошо, нормально, тесновато, конечно. Например, вот методический кабинет у нас был, вот здесь сейчас читальный зал, там мы поставили так вот шкафы, и с методистом вдвоем мы сидели. Ну что у нас было? За спиной стена, впереди шкафы, и щель между шкафами мы смотрели, что делать в читальном зале. Поликарп Сафронов снабдил Верхнюральск множеством архитектурных сооружений. Рядом со своим домом он построил большое двухэтажное здание. Жители города запомнили его как кинотеатр-люкс. До 1983 года здесь находился районный дом культуры, а когда ДК переехал в новое здание, библиотеки предложили поселиться в этих пустующих залах. Поначалу сотрудникам было непривычно работать в новой обстановке. Все казалось неуютным и совсем неподходящим для библиотеки. Ну вообще здание было очень большое. Первый этаж мне как-то не очень нравился. Там как-то было мрачновато. Во-первых, на абонементе всегда было холодно. Пол там был кафельный. Но плитка, конечно, знаете, вот такое старинное здание, но какое-то отношение к нему было, конечно, трепетное. В том смысле, что да, здесь танцевали, здесь был танцпол. Постепенно библиотекари обустраивали свое книжное царство. Здесь становилось все уютнее, да и от читателей не было отбоя. В те годы библиотека переживала настоящий книжный бум. Поступало много новой литературы и периодики. За книгами выстраивались огромные очереди. Для меня было такое неожиданность, что там время перестройки, так называют. И такие книги, как «Дети Арбата», «Интердевочки» у нас были в библиотеке. И я буквально, когда жена Аврора вышла с «Интердевочки», ознакомился. 18 ноября 1989 года в библиотеке случился пожар, который уничтожил все, что создавалось годами. Это произошло ранним утром, в выходной день. Был выходной день, я думаю, горка была, естественно. И сосед ко мне забегает, Александр Рыбаков, говорит, «Ты чего тут развелась, тирку? Там у вас библиотека горит». Я говорю, «Как библиотека горит?» Я говорю, «Ты, наверное, меня разыгрешь». Он говорит, «Да нет, быстро садись, поехали». Я вот утром шла на работу, и идет на встречу женщина, и мне говорит, «На работу идешь? А библиотека твоя сгорела? Я не знаю, как я шла?» Здание рушилось на глазах. Библиотекари были не в силах смотреть, как огонь уничтожает книги. Сотрудники бросились на спасение литературы. К ним подключились и простые прохожие. Однако большая часть фонда была безвозвратно потеряна. Из 62 тысячи зданий уселело всего 20 тысяч. Точная причина пожара до сих пор не установлена. Мнение специалистов сводится к тому, что всему виной послужила лампа, которую не отключила бригада рабочих во время ремонта кровли. На чердаке, сзади-то старое, очень много было птичьего помета. Чуть не метр. Мы только отъехали, она вспыхнула по всей площади практически. Ну и все, стянули практически весь район, все силы района пожарной машины. Раньше-то были зелы, газ 53-я, сейчас Урала хорошо. И почти три дня участвовавшие это здание. Очень много времени потратили, много средств потратили. Ну, спасти не удалось, потому что огонь ушел в пустоты. Для библиотеки настали тяжелые времена. Учреждение осталось без крыши над головой. Из кучи грязных книг, которые нужно было как-то восстанавливать. Директор ДК Владислав Калузаев предложил директору библиотеки Тамаре Лычагиной переехать в Дом культуры. Все тогда думали, что это временно. Но обстоятельства сложились так, что библиотека задержалась здесь на долгие годы. Сегодня Центральная городская библиотека ведет свою деятельность все по тому же адресу. Улица Роза, Лексимбург, 41. СОВЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В основном были бывшие учителя, как правило, дворянского сословия. К их числу принадлежала первая заведующая библиотекой Горенева. Инициалы не сохранились. С ней работали библиотекари Татьяна Вознесенская и Ольга Елтышева. Позднее заведуя библиотекой стал Иван Голиков, интеллигентный человек, педагог по образованию. Его жена, Александра Смирнова, в это время была библиотекарем. В 1925 году руководителем назначили Татьяну Вознесенскую. Незадолго до войны библиотекой заведовал Александр Павлов. В 1941 году его призвали на фронт, где он погиб. После окончания Великой Отечественной войны заведующим стал Сергей Кожевников. Здесь он познакомился со своей будущей супругой Ниной Башко, которая работала в читальном зале. В 1948 году в библиотеку пришла работать Нина Гонеева, первый дипломированный библиотечный работник. Неудивительно, что в 1955-м ей доверили руководство учреждением. Эти годы запомнились Нине Гонеевой тем, что пришлось много работать по привлечению читателей в библиотеку. С этой целью устраивали подворные обходы. Зимой укладывали книги на саночки, летом набивали полные сумки и обходили каждую улицу, каждый двор. Районная библиотека первая в области стала работать с открытым доступом к книжным фондам. За это она была отмечена грамотой областного министерства культуры. До конца 50-х районная библиотека имела самостоятельный расчетный счет в Верхнерайском госбанке. Литературу получали централизованно, через областной коллектор. Сейчас Нина Гонеева проживает на Украине, но сотрудники библиотеки поддерживают с ней связь по сети интернет. Хожу по комнате с Павлышкой, могу пройти по улице с Павлышкой, но подружек все будут. Но в основном, где мы на работе, а мы гуляем с зятем, Сашей его зовут. Приятно видеть там, кто вообще забыл. Это действительно подарок для нас. После Нины Гонеевой библиотеку возглавила Нина Гоман. До этого она работала председателем Карагайского сельского совета. Нина Григорьевна заочно окончила филиал Московского библиотечного института в городе Свердловске. Была первым библиотекарем с высшим библиотечным образованием. В начале 70-х годов заведующей районной библиотекой стала Нина Ершова, приехавшая после окончания Челябинского культпросветучилища. Затем несколько лет у руля учреждения стояла Маргарита Точилкина. В 1972 году в Верхнеральской Зварной переезжает Тамара Лычагина. Тамара Федоровна начала свой библиотечный путь с методического отдела, а в 1976 году была назначена заведующей. Тамара Лычагина проработала в библиотеках области 41 год. Ей присвоено звание ветеран труда. После Тамары Лычагиной библиотеку возглавила Светлана Молчанова. Светлана Ивановна пользовалась большим авторитетом у сотрудников. Она много сделала для повышения профессионального мастерства библиотечных работников района. Методические рекомендации, подготовленные Светланой Ивановной, активно использовали библиотекари в своей практике. За добросовестный труд она была отмечена множеством наград областного уровня. Сегодня руководит учреждением Лилия Арзамасова. Она приехала в Верхнеральск по распределению после окончания Челябинского института культуры. Библиотечную карьеру Лилия Григорьевна начала с должности библиографа, затем перешла в отдел обслуживания, а потом углубилась в методическую деятельность. Сегодня она также, как и ее предшественницы, работает на улучшение условий в библиотеке, внедряет новые технологии. Пошло 95 лет со дня образования библиотеки. И, конечно же, библиотека изменилась очень сильно. Изменились стиль, методы работы в библиотеке. Мы постоянно пытаемся найти новые идеи, интересные формы работы с читателями, особенно с молодежью, с малышами, потому что иначе их не заинтересовать книгой. Поэтому библиотека сегодня является и культурным, и досуговым центром, и информационным центром. Библиотека не забывает о своих ветеранах и о тех, кто когда-то работал в учреждении, пусть даже и не продолжительное время. Яркий след в библиотечной жизни оставили Фаина Белялова, Тамара Машкина, Нина Фролова, Тамара Жарова, Людмила Фадеева, Галина Ростлякова, Татьяна Авдеева, Ульяна Щигарева, Людмила Мексид и многие другие. К юбилею Центральной городской библиотеки сотрудники организовали цикл мероприятий. Одним из самых душевных и трепетных стала встреча «Библиотека. Люди. Годы. Жизнь». За одним столом встретились коллеги разных лет. На несколько часов библиотекари погрузились в воспоминания. Эта кафедра моя была рабочая. Значит, это мое рабочее место. Я очень любила. Театр начинается с вешалки. Библиотека начинается с книги. Конечно, когда я приходила сюда, в первую очередь я обихаживала свою любимую кафедру. Потом я занималась вот этими стеллажами. Мне она запомнилась тем, что тогда было много читателей. Так было с ними интересно работать. Они были все любознательные. У нас было всего трое здесь работали. И трое бегали в читальный зал и на абонемент. В читальном зале всегда были учащиеся старших классов. И студенты сюда приходили часто. Я даже сейчас по именам узнаю, но ведь даже некоторые живы. Я лично получала удовольствие. Я получала удовольствие от общения с теми, кто был рядом со мной. И сейчас, встречаясь с девочками того времени, сейчас уже солидными людьми, которые возглавляют и детскую библиотеку, и центральную библиотеку, это только доставляет радость. Современная деятельность центральной городской библиотеки ведется по различным направлениям. Чтобы быть востребованным учреждением, нужно быстро шагать в ногу со временем. Сегодня библиотека состоит из четырех отделов. Первый занимается обслуживанием читателей, второй – комплектованием литературы, третий – методической работой, а четвертый – приучает к чтению маленьких жителей Вершнюральска. Отдел обслуживания объединяет абонемент, зал-периодики и читальный зал. Ежедневно сюда приходят десятки читателей. В этом отделе работают Валентина Баляко, Татьяна Юрова, Светлана Подсухина и Светлана Мексит. Наверное, я поработала практически во всех отделах. Начала работать библиографом, это работа с картотеками, с каталогами. Потом я работала в отделе обслуживания и методистом, немножко в комплектовании. То есть, как бы во всех отделах я побывала. Отдел обработки и комплектования литературы, пожалуй, самый незримый для читателей. Именно отсюда книги отправляются на полки и фонды других библиотек. Сегодня в отделе Трузица Надежда Кокошкина и Татьяна Смелько. Наш отдел занимается обработкой литературы, которая поступает в новые книги. Вот, допустим, вот эти книжечки нам подарили читатели. Мы их сейчас обработали, поэтому мы скоро передадим их на абонемент. Методический отдел Центральной городской библиотеки занимается подготовкой и проведением массовых мероприятий, районных семинаров и конкурсов. Методисты помогают сельским библиотекарям в написании проектов и программ. Эта работа лежит на плечах Антонины Берестиной и Елены Лыновой. К методическому отделу относится и библиограф Наталья Мусина. Работаю я уже здесь больше 10 лет. Очень мне нравится. Сюда меня привела, можно сказать, мама за руку. И осталась я здесь надолго. А сейчас я работаю в методическом отделе. Здесь я занимаюсь и работой с сельскими библиотекарями, а также занимаюсь оформлением библиотеки, оформлением буклетов, выставок. Это мне очень захватывает, вот эта работа. Детский отдел Центральной городской библиотеки проводит колоссальную работу с юными читателями города. Ребята приходят в книжный дом с большой радостью. Здесь им всегда интересно и весело. В ненавязчивой форме сотрудники детской библиотеки прививают малышам любовь к чтению. Мероприятия, организованные отделом, собирают большое число участников. Неделя детской книги, библионочь, верхнерайское книжное лето, читаем детям о войне, шилову ура. Это только малая часть праздников, которые стали уже любимыми для верхнерайских детей. Если раньше, даже лет 15 назад, у нас 20 человек в день, это была норма. Это норма для библиотеки, это нормально. Сейчас у нас в день от 70 до 100 человек детей и взрослых. И поэтому, ну, это значит, это мы стимулируем чтение. Детский отдел был открыт в 20-е годы. В 50-х его отделили от библиотеки общего пользования. И детская библиотека стала самостоятельным учреждением. Первым директором была назначена Нина Ганеева. Она с нами организовала кружок драматический. И помню мы с товарищем, он сейчас живет здоров, темлянцев Владимир Николаевич, играли. Я Русакова играл, он Мазина играл. И вот сейчас брат над нами до сих пор смеется. Мы там ворону должны были по ходу пьесы варить. Все это мы там щипали, варили. И по окончании пьесы решили с ним, как весна наступит, под черным огромным урлятки построить себе землянку и переехать туда жить. Позже в библиотеку пришла Лариса Иванова. Она проработала здесь более 30 лет. В 1979 году, когда образовалась Верхнуральская ЦБС, детской библиотеке вновь присвоили статус отдела. Сегодня дом детской книги располагается в старинном здании по улице Ленина. Возглавляет его Санья Урдобаева, неравнодушная женщина, генератор идей. В 2015 году она получила государственную премию Челябинской области в сфере культуры и искусства. Коллеги Санья и Кадырхановны такие же креативные личности. Вместе они работают над проектами, придумывают новые форматы мероприятий. Я люблю свою работу, я люблю свою библиотеку. Я проработала здесь 25 лет, а еще больше всего люблю детей, которые к нам ходят. Они такие, так сказать, веселые, задорные. Ну, я думаю, они все сюда с радостью, с увлечением ходят, так сказать, и нравится и нам, и им общение. После реорганизации ЦБС библиотеки-поселения стали относиться к местным клубам. Однако связь городской и поселковых библиотек не ослабла. Они все так же тесно сотрудничают, организуют выездные семинары, тематические встречи, посещают библиотеки области с целью обмена опытом. Отдельное звено библиотечного братства – это павленковцы. На сегодняшний день в районе ведут работу шесть павленковских библиотек. Я считаю, это бренд, у каждого это бренд, что в поселении, в поселке есть вот эта вот самая павленковская именно библиотека. И потом нам очень часто задают вопрос, а что это вот такое вот, ну, особенно, когда в школе дети, вот, уже учителя уже знают, дети уже старшие знают. Почему мы носим вот это вот звание? При центральной городской библиотеке работают творческие объединения. Одно из самых заметных явлений – поэтический клуб «Истоки». В следующем году он отметит 15 лет с момента основания. Инициатором вот этого был Петр Егорович Смирнов, когда он приехал в наш город после долгого отсутствия здесь и пришел в газету «Красный Уралец» и, в общем-то, ну, предложил, чтобы был у нас литературный кружок. Сегодня литературному объединению есть чем гордиться. Поэты выпускают авторские сборники, публикуются в областных альманахах. За время существования литобъединения «Истоковцы» познакомились с известными писателями, журналистами и краеведами. Это Леонид Попов, Михаил Гитис, Римма Дошаленкова, Валентина Сиволапова и многие другие. В сентябре 2008-го группа участников клуба «Истоки» приняла участие в первом областном смотре конкурса литературных объединений. Мы были отмечены там достаточно неплохо, мы получили диплом, но пока больше таких мероприятий не было, но опыт вот такого публичного выступления перед коллегами из других городов и районов области мы получили. Конкурс оценивали представители Центра областного народного творчества. Среди них Николай Година, руководитель областной секции самодеятельных поэтов. Вершнерайцы произвели на него приятное впечатление. В декабре 2008-го он провел для «Истоковцев» мастер-класс, где послушал наших поэтов, дал оценку их творчеству. Это стало толчком их тесного сотрудничества. Благодаря сотрудникам Вершнерайской городской библиотеки поэты района имеют возможность развиваться. Впереди у «Истоковцев» много планов и задумок. Встречи, презентации, семинары, выпуск новых книг. Будем ждать выхода поэтических сборников и следить за творчеством наших талантливых земляков. Работа в библиотеке немыслима без мероприятий. С их помощью она привлекает новых читателей и поддерживает интерес постоянных посетителей. Десятки зрителей собирают презентации новых книг. О своем творчестве Вершнерайцам уже рассказали Рашид Мухамедьянов, Михаил Фонотов, Геннадий Васильев и другие талантливые авторы. В апреле 2015 года сотрудники библиотеки организовали встречу в литературном салоне под названием «В гостях у семьи неизвестных». В ходе мероприятия прошла презентация книги матери Эрнста Неизвестного Беллы Дежур. Заслуженный работник культуры Российской Федерации и составитель книги Надежда Капитонова поделилась с гостями воспоминаниями о дружбе с Беллой Абрамовной. Презентации сборника рассказов «Беллы Дежур» с успехом прошли в Оренбурге и Челябинске. Познакомиться с книгой теперь могут и верхнерайские читатели. Большая работа проводится библиотекарями по информированию населения. На базе учреждения создан информационно-правовой центр. В феврале прошлого года библиотека присоединилась к проекту областной универсальной научной библиотеки «Знать свои законы, знать свои права». Отныне все жители региона, в том числе и верхнеральцы, могут получать бесплатную консультацию от ведущих юристов России по сети интернет. К Международному дню прав человека библиотекари организовали мероприятия, на которые пригласили представителей прокуратуры, центра занятости, социальной защиты населения, комплексного центра. В открытом диалоге жители города и специалисты ведомств обсуждали льготы, субсидии, жилищные права и другие темы. Библиотека взаимодействует с читателями разного возраста. В рамках недели молодежной книги проходят встречи со старшеклассниками. Ребята знакомятся с деятельностью учреждения, новинками литературы и периодики, встречаются с интересными людьми города. Неоднократно библиотекари приглашали на беседу со школьниками ярких представителей верхнеральской молодежи. Вероприятия проходят как в стенах учреждения, так и за его пределами. Библиотекари сотрудничают с различными организациями города – прокуратурой, полицией, тюрьмой, Советом ветеранов. А сейчас я хочу от Совета ветеранов, от Клуба ветеран поблагодарить нашу библиотеку за тесное общение, которое у нас продолжается уже в течение четырех, наверное, лет. Каждый вторник мы их с удовольствием ждем. Или Светлану Владимировну, или Валентину Анатольевну с новинками о литературе. И вообще в нашей библиотеке работают очень замечательные, интересные, общительные женщины. Сюда хочется приходить, хочется общаться с ними. Популяризация чтения – одно из главных направлений работы библиотеки. Ежегодно на сцене городского Дома культуры проходит конкурс на лучшего чтеца «Литературный круг». Отрадно, что участники выступают с произведениями не только прославленных поэтов, но и со стихотворениями земляков – членов литературного объединения «Истоки». С появления в привокзальном парке монумента «Литературное перо» библиотека стала организатором праздника пушкинской поэзии. Каждый год 6 июня любители произведений великого поэта собираются вместе, чтобы насладиться стихотворениями Александра Пушкина. Хочется верить, что с течением времени этот праздник приобретет еще больше поклонников русской словесности. Старание библиотекарей замечает вышестоящее руководство. Каждый год на празднике, посвященному Всероссийскому Дню Библиотек, чествуют лучших сотрудников. Те, кто считает их труд легким, глубоко ошибаются. Эта профессия специфическая и требует от человека определенного склада характера. Если он фанатично любит книги, эрудирован, аккуратен и внимателен, то такой специалист будет действительно на своем месте. Библиотеки в наше время все так же популярны. Но чтобы интерес читателей не ослабевал, нужно внедрять новые формы работы. Центральная городская библиотека успешно с этим справляется. Специалисты интеллектуального заведения полны свежими идеями, и мы уверены, что все задумки творческого коллектива обязательно воплотятся в жизнь. Я поздравляю всех, кто любит библиотеку, кто приходит в библиотеку, и тех, кто работает в библиотеке. С предстоящим юбилеем, 95-летним, желаю всем счастья, здоровья, душевного равновесия, благополучия. А библиотечным работникам я желаю благодарных, активных читателей, и пусть библиотека живет вечно.